Вот человек упал со стройки, лежит мёртвый, без всего. А вот сейчас человек ему специально скинет ремень безопасности, как будто бы он в нём был. Первые минуты после падения запечатлел рабочий с соседней стройки. Он рассказал, специальные строительные экипировки или страховочного снаряжения на лежащем на земле человеке он не заметил. Обратил внимание на скорую. Смотрю, он вообще не двигается. Здесь люди возле него потом подходили, потом милиция приехала, родственники приехали, плакали у меня. Многоэтажный дом начали строить в конце 2020-го, а ввести в эксплуатацию его планируют в следующем году. Объявление на воротах гласит, что на этой стройке требуются разнорабочие, при этом никаких требований к претендентам не указано. А часто набирают вот таких рабочих, молодых, без опыта? Это у вас объявление висит? Студент же просто подработал, стажировка, я не знаю. Ну, бывают, да, такие люди? Такие? Ну, такого рода, студенты на подработки приходят. Глазные люди, это стройка, это работа. А работы сейчас ведутся, нет? Сейчас нет, здесь никого нет. Приостановлено, получается? Все приостановлено. Строители с соседнего объекта пояснили, не все работы при возведении многоэтажных домов требуют особых знаний или навыков, либо профильного образования. Но с любым сотрудником должны провести как минимум два инструктажа, водный и первичный. И, разумеется, его должны обеспечить специальной рабочей одеждой и экипировкой. Каска – это обязательно, это же техника безопасности. Ограждение должно быть. Должно быть где ограждение? В проемах. Открытые которые? Здесь, судя по всему, нет, да, вот на пятом этаже? Умень безопасности. Следователи озвучили детали трагедии. На рабочем в момент падения не было спецодежды или страховочных средств. По предварительным данным, молодой человек устроился на работу накануне и проходил стажировку. В какой-то момент он демонтировал опалку на пятом этаже и неожиданно упал вниз. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». На данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правая оценка действий должностных лиц, соответственных за обеспечение безопасности на строительном объекте.